Словно подчеркивая, что День Народного Единства, общий праздник для всех, кому дорога страна, в Кремль на торжества приглашают не только наших соотечественников, но и иностранцев. Президент вручает награды тем, кто родился и живет за границей, но с Россией душой. Из рук президента медаль Пушкина за сближение культур наций получает Барт из Чехии. Яромир Нагавица на родине собирает стадионы. Он часто поет на русском, ведь так любит русских поэтов. Вот и на церемонии в Кремле не смог отказать себе в удовольствии. А все-таки жал, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Базяр, заскочить хоть на четверг часа. Но чудесный момент сегодня. Александр Сергеевич со мной, со мной тут, здесь. Милош Бикович, сербский актер, любимый и российским зрителем, тоже удостоен медали Пушкина. Он говорит, что русский мир не ограничивается границами России. Этот праздник, День народного единства, не является только праздником русского народа. Это праздник всех нас, которые с вами смотрят в одном направлении. И какая радость для русских и сербов. У нас, у обоих народов, две родины. Сара Свидлер из Калифорнии получила орден дружбы. Но для нее гораздо больший символ дружбы между США и Россией крепость Форт-Росс. Общество, по сохранению которой она возглавляет. Укрепление, появившееся в начале 19 века, служило торговым пунктом для российско-американской компании. Сегодня это символ общей истории двух великих держав, уверена американка. Я принимаю эту награду от имени поколений русских, а также от американцев, которые предпринимали все возможные усилия, для того, чтобы сохранить наше общее наследие в калифорнийском Форт-Россе. Спасибо большое. Среди общественников, деятелей культуры были и награжденные политики. Жорж Шаабан из Ливана в правительстве своей страны. Он советник по России. В Ливане высоко оценивает важнейший вклад России в борьбу против терроризма в целях укрепления стабильности и мира на Ближнем Востоке и у наших соседей. Не верится, но для Дебби Диган эта поездка в нашу страну примерно 400-я. Она была в Сочи, Абакане, Санкт-Петербурге и Беслане. У нее приемная дочь из России, фонд помощи российским сиротам. Человек с большим сердцем, для которого нет чужих детей. На родине в Ирландии она не так давно стала Человеком Года. Сегодня ей вручили Орден Дружбы. Наградил президент страны, которая стала для нее вторым домом. С самого первого дня я влюбилась в Россию, в снег, в небо, в леса. Я люблю вашу страну. Возможно, в предыдущей жизни я была русской. Не все награжденные говорят по-русски, но это не мешает им на отлично знать историю России. Мэр испанской Малаги Франциско Прадос в своей речи обратился ко временам Екатерины II. Еще в 18 веке Екатерина Великая высоко оценила вину Малаги. И поэтому на один год она решила отменить все пошлины на ввоз этого вина. У каждого из нас сразу возникает образ того, к чему мы все должны стремиться. Это образ сотрудничества, дружбы и взаимодействия. И если мы будем опираться именно на то, что нас объединяет, а не на текущие противоречия сегодняшнего дня, то мы, безусловно, сделаем или будем делать так, как Екатерина Великая. Мы не только будем отменять взаимные пошлины и другие ограничения, но и будем активно вместе идти вперед на благо нашим народам. По главной улице с оркестром шагают севастопольцы. Крым, воссоединившись с Россией, стал неотъемлемой частью большой страны. Для его жителей День народного единства – праздник особенно трогательный. Съединением всех мы объединились, и нас это радует. Валенки, Катюша, подмосковные вечера так с размахом гуляли даже на улицах Нью-Йорка. Американцы были не прочь водить хороводы, ведь и повод какой – День народного единства. Денис Давыдов, Александр Терпугов, Петр Мамочкин, Мария Родимова, Любовь Милорадова и Константин Родин. Вести недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова